Здравствуйте друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот датчик Датчик его нельзя назвать Это Как бы это часы Модель Это DC1307 В общем для чего он Я заказывал его для Raspberry Pi Raspberry Pi нету своей постоянной энергозависимой памяти И при настройке времени оно всегда сбивается Потому что на наших компьютерах на ноутбуках везде есть у нас так называемые батарейки вот такие вот они у нас и есть Вот если вы заметили когда-нибудь материнскую плату открывали Там есть вот такие вот батарейки То есть это у нас держатся настройки Пиуса и времени следовательно Если батарейка садится Если вы могли замечать на старых компьютерах Вот через года три использования Начинает при выключении компьютера сбиваться время Как раз вот это из-за этой батарейки То есть нужно ее поменять Но суть не в этом Я хотел сейчас про Raspberry Pi рассказать Заказал я эти часы Для подключения к Raspberry Pi Для чего это нужно именно на ней Ну во-первых время Точно будет идти Для чего это да На Raspberry Pi делают всякие сервера Можно там MySQL какой-нибудь Сервер базы данных создать Сайт какой-нибудь и так далее И логи пишутся естественно по времени И когда у вас допустим Raspberry Pi либо свет выключили Либо еще что-то может всякое быть Выключилось естественно время сбилось И все логи Естественно будут сбиваться Вот И чтобы этого не было Вот Можно подключить такие часы И будет как бы Время всегда стабильное Вот Всегда оно будет в Raspberry Pi запоминаться Вот Эти часы у нас Подключаются по шине I2C Вот Если видно отсюда Что это такое I2C Это последовательная шина данных Для связи И интегрированных схем Пользуются две Двунамерные линии Связи СДА и СЦЛ Используются для соединения Низкоскоростных Периферийных компонентов С материнской платы Встраиваемыми системами И мобильными телефонами Вот Если посмотреть Тут я уже ножки припаял У меня она была без ножек Правда пайка конечно видите Не очень но Не суть То есть у нас Подключаем Вот Лично я подключал У меня все наработало Вот по этим ножкам То есть тут же опять же GND земля ВЦЦ Это у нас Плюс СДА Вот и СЦЛ Вот эти четыре контакта У нас будут задействованы Вот Хочу заметить Что она Питается от 5 вольт То есть будем На Raspberry Pi подключать Именно на ножку 5 вольт Вот Ну что ж Давайте Наверное Перейдем на компьютер И Покажу схему подключения И заодно Настройку Как это все сделать Ну что ж Друзья Вот мы Перешли на компьютер Вот Ну давайте Сейчас первым делом Покажу Про подключение Сейчас возьму Уменьшу Картинку Вот Значит Смотрим Что первым делом Подключаем Подключаем Вот К этой стороне Вот GND У нас будет идти На шестой порт В СЦ У нас будет Пяти вольтами Питаться Либо двоечкой Либо четверочкой Вот На Raspberry Pi И Вот два контакта СДА и СЦЛ Это вот А и 2С Вот они СДА и СЦЛ Следовательно СДА мы подключаем К третьему порту СЦЛ К пятому порту Так Ну Все Теперь давайте Откручиваем Разбрипай Так Ну что ж Запустили Разбрипай Отключили Так Зайдем на них Я установил на нее Чистую Операционную систему Так Что-то у нас тут Вот Еще грудится Вот Так Вводим Логин Стандартный Так Дошли Так Что нам нужно Первым делом Первым делом Нам нужно Включить Вот Этот вот Протокол А и 2С Значит Для этого Вводим вот такую команду Заходим в Advanced Options В девятый пункт А7 А и 2С Включаем ОК ЕС ОК Финиш Он прочит нас Перезагрузиться Соглашаемся Вот У нас Происходит Ребут Значит Ждем Перезагрузки Сейчас несколько секунд Так Заходим Заново Извиняюсь Помахнусь Так Значит Что делаем дальше? Проверяем Команда i2s Detect Так Значит Не включен У нас i2s Значит Что делаем Чтобы включить? Так Значит Поехали Нам нужно Установить Первым делом Первым делом Я скинусь Ждем установки Так После того как установили Python SMBOOS Вот Устанавливаем i2s Tools Так Все У нас показывает Что он у нас установлен Вот Значит Что делаем дальше? Дальше Нам нужно Посмотреть Прописаны Или у нас модули i2s Значит Для этого Заходим В i2s модунас Заходим Вот У нас видите i2s Прописываем Игреком Сохранили Так Далее Что нам нужно Делать Посмотреть Нету ли у нас Блэклистах Его Не блокируется У нас ли эти модули Вот Для этого Заходим Etc Вот Проп Точка Дей Раз Пай Блэклист Он у нас чистый Все в порядке Вот Что делаем дальше? Дальше Заходим в Bootconfig Bootconfig Вот Bootconfig Переходим вниз Тут Должны быть две строчки Написаны Обязательно Вот именно Вот это Dt Param Audio On И i2s Arm On Вот Еще один должен быть Его тут нету Давайте его допишем Значит D param равно I2cl I2cl Наберем Вот 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 Еще должен быть Параметр Сохраняем Вот Далее Что нам надо Нам нужно Breedboot Перезагрузить Еще Так После Перезагрузки Заходим заново Так Дошли Вводим И Нам нужно проверить Работает ли N2C Detect Вот видите Уже так он подставляется Deficit Y1 Вот Мы видим Что У нас Как бы Наш Что у нас Подключено Устройство 50 68 Нам именно Интересует 68 Вот Что теперь Делаем Вот узнали адрес Вот этой команды Это адрес у нас Самих часов На протоколе I2C Значит Теперь Нам нужно Ввести Вот Такую вот команду Экхо Экхо 1307 0x68 Сис Сис Класс Кай 2C адаптер Кай 2C адаптер Кай 2C 1 У Девайс Enter Нажимаем Все Теперь Что мы Делаем дальше Вот Теперь У нас команды А В H Нажимаем Lock Минус Мы Смотрим Какое у нас Время У нас сейчас При первом Включении Показывает 1 яновля 2000 года 15 минут Нас следовательно Это не устраивает У нас Время Совсем другое Это уже время Именно в часах Которые мы Подключили Вот Если мы нажмем Клавишу DATE То у нас Показывает Время Взятое Сейчас С сервера Времени То есть у нас Показывает 5 часов 11 минут 25 мая Теперь Нужно Перезаписать В наши Подключенные Часы Правильное Время Для этого Вводим HWR Clock С параметром W Все То есть Теперь При Просмотре Времени У нас Показывает Правильное Время Все Как бы Замечательно Четыре У нас Начали работать Но У нас Надо Сделать Так Чтобы При Следующей Перезагрузке У нас Все Работало Для Для Этого Запускаем РТС Воду Сохраняем Сохраняем Далее Что Мы Делаем Заходим В Этот Самый В Etc RC. Local Заходим У нас Тут Ничего не Добавляем Строчку Экхо DC 13 0 0 X 68 Да Это у нас Как раз 68 Мы пишем адрес Нашего Порта Который Мы узнали Команды Так Сис Класс C C I2 C Анд А Явл Далее C I2 C Diffis 1 New Devise Девайс Вот Первую строчку Вбили И вторую Сюда HY-Log HY-Log с параметром S Вот таким вот образом Ctrl X сохраняем, Y есть Значит, что мы теперь делаем? Ну, теперь при перенагрузке точнее, даже не при перенагрузке давайте полностью выйдем отсюда, то есть я выключаю Raspberry Pi полностью все обесточил, то есть видите, да? я пытаюсь что-то убить, у меня ничего не происходит Закрываем Закрываем, видим, что при пути, вот у нас Raspberry Pi, пытаемся подключить он у нас не подключается выдаст сейчас ошибку Вот Теперь давайте вкручим Raspberry Pi Это у нас тут грузится ошибка в ADD Ну, видите, не включается Запускаем Raspberry Pi Вот, видите, Network Time Запускаем Raspberry Pi В принципе, она должна быстро загрузиться Уже мы, наверное, можем подключиться Нет, еще рановато Так, ну, сейчас, наверное, можем Да Попробуем логин Пароль Так, вот теперь Клавишей ХВ Клок Минус Р У нас тут показывают Правильное время, видите? Вот И теперь Эти часы у нас будут всегда Правильно ходить И всегда Наш В наш раз Raspberry Pi Будет брать время Именно с этих часов И все будет замечательно работать Так Ну что ж, на этом Настройка часов закончена Кому понравилось видео Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Будет еще много всего интересного Ну что ж, все Всем пока Всем удачи Добра Позитива Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok